В третье воскресенье марта традиционно отмечают профессиональный праздник те, от кого зависит, чтобы в домах было светло и тепло, была вода и газ, те, кто строит и ремонтирует. Это работники жилищно-коммунального хозяйства. Новости и главные события жизни сферы сегодня в программе. Это первое правительство. Я, Наталья Пехтерева. Здравствуйте. Ситуация в сфере ЖКХ нередко вызывает множество нареканий и вопросов. Зачастую вполне справедливых и обоснованных. Система, как говорится, еще далека от совершенства, а некоторые проекты в стадии становления. Вот, например, одно из новшеств. Масштабная программа по капитальному ремонту домов. Ежегодно на ее реализацию собирается порядка 100 миллиардов рублей. В прошлом году выполнен ремонт более чем в 40 тысячах домов. Это в два раза больше, чем годом ранее. Данные в интервью газете «Ведомости» привел глава Минстроя Михаил Мень. Напомним, в России в программу капремонта, которая рассчитана на 25-30 лет, включены почти 730 тысяч домов. Надо подойти так объективно к ситуации. У нас есть подрядчики, которые недобросовестно справились со своими обязанностями. Но отрадно, что таких подрядчиков меньшинство. К сожалению, у нас в силу обстоятельств так сложилось, что один из таких подрядчиков заявился на улицу Ленина. На нашу центральную улицу. И включая то, что были определенные сжатые сроки по проведению капитального ремонта, мы упирались определенным образом в праздники 450-летия. Плюс параллельно шли ремонтные работы непосредственно самой улицы. Одно на другое наслоилось. И ни в коем случае это не идет в оправдание той организации, которая взяла на себя обязательства по ремонту. Но, тем не менее, такие обстоятельства были. Значит, если взять программу в целом, то я могу сказать, что у нас компаний, по которым были такие обращения, всего две на территории всего региона. А за тот год, я напомню, что был начат и в большинстве случаев уже окончен комплексный капитальный ремонт в порядка 130 многоквартирных домах. Параллельно еще и реализовалась программа по замене лифтового оборудования. И она выполнена на 100%. Конечно, мы обращаем на те моменты внимания, которые, в общем-то, выходят из рамок, да, или негативные. Но я могу сказать, что оценку, если давать работе фонда капитального ремонта в нашем регионе, то она довольно-таки высокая. И надо брать в расчет, что программа капитального ремонта как таковая, ей всего два года. И сейчас мы только подошли к тому моменту, когда мы краткосрочный план будем делать не на год, а на три года. Да, уже точно формулируя, какие дома в эту трехлетку войдут. И жители будут знать конкретно, в какой год они попадают. Не в плане пятилетки, да, а вот в три года ближайшие. В которые мы будем расписывать до рубля средства, понимая, сколько нам необходимо. Чем это позитивно скажется? Это нам даст возможность заранее предусматривать средства на проектирование, заранее проходить обследование. Муниципальное образование у нас проводит обследование многоквартирных домов. Они будут раньше представлять данные фонд капитального ремонта. И, соответственно, программа, как вот и губернатор поручал, нами будет реализовываться в периоде одного года. Законодательство допускает, что этап строительства может растягиваться на два строительных сезона. То есть, например, проведены конкурсные процедуры в шестнадцатом году, а с окончанием в семнадцатом году. Это допустимо. Ну, Вадим Вадимович поставил задачу. И в этом году мы уже приложим максимум, я думаю, большинство объектов будут закончены именно в течение семнадцатого года. Но восемнадцатый и девятнадцатый год мы будем делать уже год в год. И в продолжении темы строительства жилья мы ставим четкую задачу выйти на 2020 год к вводу 100 миллионов квадратных метров. А следующая задача – выйти поэтапно на 140 миллионов квадратных метров. То есть, вводить по одному квадратному метру на человека в год. Это перспектива, которую мы видим, говорит Михаил Мень. Все вы знаете, тринадцатый микрорайон. В этом году все-таки там ситуация, наверное, сдвинется с мертвой точки. В этом году мы начнем проектирование трех дорог, окамляющих этот микрорайон. Это улицы Космонавтов, улицы Блынского и улицы Металлургов. Предполагаем, что в конце… Ну, мы в этом году запроектируем и в восемнадцатом году мы войдем в федеральную программу жилища в части строительства этих улиц с федеральным софинансированием, что существенно капитализирует этот участок. Кроме того, мы предполагаем строительство объектов социальной сферы в тех микрорайонах, где идет у нас интенсивная застройка. Ну, в том числе в этом году мы начнем проектирование реконструкции пятидесятой школы. В прошлом году очень эффективно сработала программа субсидирования процентной ставки. Это поддержало спрос и сказалось на общем объеме ввода жилья. Сегодня мы видим, что необходимости в субсидировании ипотеки до 12% годовых нет. Банки сами уже снижают процентную ставку по ипотечным кредитам. Очень важна инициатива с вовлечением строительства неиспользуемых промышленных территорий. Принят закон о промзонах, который дает возможность крупным городам задействовать их для жилищного строительства. Это очень важно, потому что, по сути, это площадки с готовой инженерией, освоив которые можно изменить облик наших городов. Облик наших городов и сел, конечно же, зависит от качества дорог. Общероссийский народный фронт запустил проект «Карта убитых дорог». Жители теперь сами могут указать участки, которые нужно привести в порядок. Свою лепту в наведение порядка намерены внести парламентарии. В России будет введена административная ответственность за плохие дороги. Если в результате пострадали люди, большие штрафы будут грозить за несоблюдение требований по обеспечению безопасности при строительстве дорог, их реконструкции, содержании и ремонте. Этот законопроект одобрила Госдума. Цель авторов проекта сократить количество ДТП, происходящих из-за некачественного дорожного покрытия. Согласно поправкам, штраф для физлиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц от 200 до 300 тысяч рублей. Если же нарушение эксплуатации дорог привели к нанесению легкого или средней тяжести вреда, то за это будет взыскан административный штраф в сумме от 50 до 100 тысяч с физлица и от 400 до 500 тысяч рублей с юрлица. Законопроект также вводит ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания. За это должностные лица заплатят административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Будет ли эффект от этих мер, пока говорить сложно. А пока перейдем к дорожным планам. Задачи на предстоящий сезон в интервью нашему телеканалу озвучил губернатор Вадим Потомский. Мы по 16-му году почти миллиард рублей затратили на приведение в порядок дорожного полота города Орла. Но дороги нужно делать и дальше. Вот как бы что ни говорили, как бы на меня не обижались селяне, региональная столица есть региональная столица, мы Орлу все-таки будем из года в год уделять более пристальное внимание. Это наше, так скажем, лицо области. И не можем мы его оставлять на каких-то остаточных моментах. Это и касается и Орла, и Ливин, и Болхова, и Инценска. А задачи на этот год уже сформулированы по дорожной теме? Задача сформулирована. Дело в том, что мы ни в коем мере не снижаем объемы по финансированию дорожного хозяйства Орловской области. У нас по 2016 году весь дорожный фонд состоял около 5 миллиардов рублей. Там 4 миллиарда 900. Ну, с ним не буду до тонкости все это говорить. Не все объемы выполнены. Мы, слава богу, вместе с губернаторским корпусом смогли убедить федеральный центр о переходящих остатках на следующий год. Что это такое? В чем сложности была в ремонтных работах по дорогам? Сейчас я вам просто коротко попытаюсь объяснить. Дело в том, что первые три месяца формирования бюджетных процессов, доходная часть бюджета, как федерально, так и регионально, муниципально, она очень смутная. Очень сложно точно спрогнозировать, какое количество денег придет в федеральный, региональный и муниципальный бюджет. Но прежде всего в федеральный, потому что в основном эти деньги федерального бюджета. И когда эти деньги приходили в федеральный бюджет, тогда он начинал их прогнозировать. И после этого прогноза, после согласования везде, в том числе и в Государственный дом, эти деньги уходили на субъекты Российской Федерации. И, как правило, доходили очень поздно. В результате, почему поздно? Когда они приходили к нам в субъект, мы объявили конкурсные процедуры, и эти конкурсные процедуры, завершив эти конкурсные процедуры, на ремонт, серьёзный ремонт, капитальный ремонт дорог, выходили достаточно поздно. И получалось порой так, да и с года в год это получалось, давайте признаем это откровенно, люди смеяли, что вот уже как бы зима на носу, ну осень точно, начинают ремонтировать. Поэтому людей это вызывало абсолютное возмущение и правильную критику. Сегодня есть понимание с правительством Российской Федерации, деньги, которые выделены субъекту Российской Федерации, выделяются не на один год, а на два. То есть на переходящих остатках они остаются в субъектах. То есть грубо говоря, тера, раньше как было, вы не успели выполнить работу, вы согласно соглашению должны эти деньги вернуть в федеральный бюджет. И нет никакой гарантии, что федеральный бюджет эти деньги вам вернёт назад. Что в результате происходило? Мы, предположим, в этом году выявили подрядчика, дали ему работу, подрядчик пошёл на объект, мы дали ему аванс, если это предусмотрено контрактными условиями, мы дали ему аванс, он начал работать, где-то он начинает вкладывать свои деньги, и тут не успевает по срокам. То есть год заканчивается, или работы проводить просто нельзя. По климатическим обстоятельствам, как это было, к сожалению, в 2016 году, вы помните, насколько было дождливое лето, и мы город Орёл в полном объёме сделать подрядчик не смог. Так вот, когда подрядчик не справился с своей задачей, регион обязан был эти неиспользованные деньги вернуть назад. Теперь схема другая. Эти деньги не будут возвращаться назад, подрядчику есть возможность доработать по этим объектам в следующем году, если он всё делает с точки зрения технического сопровождения. Главное, качественная работа делает это правильно. Думаю, что вот это новшество, которое из года в год пытались всё-таки доказать федеральному центру, доказали. То есть удалось убедить? Удалось убедить, мы были участниками этого убеждения, как и большинство субъектов Российской Федерации. Я думаю, что теперь ситуация изменится, и выявив подрядчик не на один, а на два года, качество дорог должно будет измениться. Никто не будет гнать эту волну, понимаете? Это гонка излишняя. От жадности деньги берём, а в итоге реализовать их не можем. И деньги огромные. И подрядчик уже на старте говорит, ну, знаете, я могу не справиться, потому что мне либо техники не хватит, да и просто по правилам строительства дорог нельзя в такие сроки её делать. Потому что если её делать, её делать надо нормальными темпами, не растягивать это удовольствие, но делать её качественно. Потому что порой этого качества и не хватает. Что у нас из года в год и происходило. В этом году, ещё раз хочу сказать, долгий у меня ответ для вас, получается, мы объёмы по дорожному строительству не уменьшаем. Что касается мостов, проблема долго не решалась в Орловском регионе. В последние годы изменения только стали происходить. Что будет сделано в 2017 году? Какие объекты? Значит, объекты основные, какие вот наболевшие тем были. Ценский район, мост будет сделан, который очень давно город этот ждал. Значит, направлены туда деньги. Да, ещё Ливенский мост. Челоместинский. Да, 273 миллиона Ливенский мост. У нас очень была большая проблема по Ливенскому мосту и по Амцентскому мосту. Почему? Потому что была угроза секвестера федерального бюджета. И мы могли вывалиться, потому что деньги федеральные. В большей степени федеральные. Мы могли вывалиться из этой программы. Слава богу, этого не произошло. Отстояли. Отстояли. Деньги эти придут нам в субъект, поэтому эти объекты будут строиться. Мост Дружбы будет сделан, несмотря на то, что мы в прошлом году, ну так его, так сказать, подкосметили слегка, да, но он будет ремонтироваться за другие средства, за более мощные. То есть здесь объект будет такой, серьезного строительства. Но и главное. Все давно ждут пешеходный мост через Аку. Решение это принято. В этом году мы строительство этого моста начинаем. Объем финансирования порядка 76 миллионов рублей. Мост будет. О том, что пришло время ключевых стратегических решений в сфере ТЭБО на федеральном уровне, говорят давно. Орловщина проделала большую работу, которая нацелена на становление новой системы обращения с отходами. Напомним, глава нашего региона Вадим Потомский, председатель Координационного совета ЦФО по развитию отрасли обращения с отходами. Сферой заинтересовались инвесторы. Сейчас в Орловской области реализуется ряд проектов. 2017 год, год экологии. Федеральная реформа пока переносится. Готов ли наш регион поделиться положительным опытом, тем более, что уже подготовительная работа проведена глобально? Я вам хочу сказать, что ко мне лично обращались губернаторы других субъектов, которые просили дать эти группы, ту группу, которая нам сделала схема по обращению с отходами производства и потребления. У нас эта территориальная схема подготовлена, в том числе она в электронном виде. Мы абсолютно были готовы к выбору регионального оператора. То есть, вот те даты, которые стояли для ее старта, начиная с 1 ноября 2017 года, мы были готовы. Но принято решение президентом о переносе на 2019 год. Мы сегодня ждем закон о формировании тарифной политики. И как только он будет представлен федеральным центром, мы выйдем на выбор регионального оператора, его найдем, и он приступит к работе. Мы полностью сегодня к новой модели готовы. У нас сегодня по ряду районов строятся предприятия по переработке отходов. Это также инвестиционный проект? Да, это крупный инвестиционный проект. Они разные мощности, 30 тысяч тонн, 40 тысяч тонн, 100 тысяч тонн. Эти объекты позволят нам эту проблематику Орловской области закрыть на 100% к 2019 году. Вопросы ЖКХ требуют постоянного контроля. Продолжится работа по привлечению инвестиций в коммунальный комплекс, констатируют в правительстве региона. Далее обзор событий. Наша рубрика интервью на вопросы ответит Василий Иванов, генеральный директор Орел Водоканала. Почетными грамотами и благодарностями губернатора Орловской области наградили лучших представителей сферы ЖКХ региона. Торжественное собрание ко дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства прошло в администрации региона 16 марта. Профессионалы своего дела, вы на своем месте. И еще раз вам слова благодарности. Человек всего самого наилучшего так держать. Спасибо вам. С праздником. В 2018 году Орловская область станет всероссийским центром празднования 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. В рамках заседания регионального организационного комитета губернатор Вадим Потомский сказал, что необходимо оправдать доверие и провести все мероприятия на высоком уровне. Для подготовки и проведения этого празднования нужно провести ряд мероприятий, которые я считаю крайне необходимы. Я их даже зачитаю. Требуется замена сетей теплоснажения, аварийных электрических сетей музея Тургенева. Это примерно около 10 миллионов рублей. Это крайне необходимо сделать. Дальше. Требуется проведение дополнительных работ по благоустройству прилегающей территории к литературным музеям в целом. Потому что понятно, что праздновали, но у нас Феет, Бунин, Тургенев. То есть мы называем себя третьей литературной столицей. Поэтому нужно ко всем отнестись с должным вниманием. Губернатор Вадим Потомский предложил организовать благоустройство захоронения Тургенева на литераторских мостках Волковского кладбища, а также создание благотворительного фонда поддержки празднования юбилея писателя. Все майские указы президента Орловщина исполняет в полном объеме, сказал Вадим Потомский на встрече с доверенными лицами. Мероприятие прошло 14 марта в администрации региона. Производство продукции сельского хозяйства в 2016 году составило 73,2 миллиарда рублей. Это выше на 13% уровня 2015 года в действующих ценах. То есть темпы сельского хозяйства, рост показателей по темпам развития сельского хозяйства у нас достаточно высокий. В нашей студии Василий Васильевич Иванов, директор Орел Водоканала. Здравствуйте. Добрый день. День работников ЖКХ отмечается по всей стране. С какими результатами его встречает ваша организация? Самый главный ежегодный результат, к которому мы подходим к нашему празднику, это дружный, сплоченный и, самое главное, профессиональный коллектив. В настоящее время на предприятии работает 866 человек. За последние 5 лет произошло значительное сокращение штатной численности, больше 150 человек. При этом за счет автоматизации производства, за счет интенсивности труба, сегодня этот коллектив выполняет все поставленные перед ним задачи. В Орле предприняты серьезные меры для улучшения качества воды. Давайте разбираться для начала, чем Орловская вода отличается от той, которую пьют жители соседних регионов. В чем особенность по составу, например? Во-первых, самое главное, вся водопроводная водопроводная в городе Орле, артезианская, из артезианских скважин. У нас 7 месторождений водоносных горизонтов. Все эти водоносные горизонты друг от друга значительно отличаются. Но артезианская вода, в принципе, чистая вода. Это вода, которая бактериологически, радиологически, она намного чище поверхностных любых вод. И плюс к этому, она была ставлена значительной минерализацией и солями металлов и разных химических элементов. У наших соседей, особенно у крупных городов, водозаборы, основная часть водозабора, виноват поверхностной. То есть, вода берется либо из водохранилищ, из рек и подвергается очистке, в том числе с помощью химических реагентов. У нас сегодня очистки, как таковой, с помощью реагентов не происходят. Так вот, самый крупный водозабор у нас, это Южно-Хомутовский и Крамской. Они близки к Железногорской, всем известной Железногорской магнитной аномалии. И вода этих водозаборов богата ионами железа. И проблема, эта проблема с железом, она возникла с самого начала открытия этих водозаборов и начала их эксплуатации в 70-х годах. И только в прошлом году, как нам известно, наконец-то была построена станция обезжелезивания, которая обезжелезивает воду этих двух крупных водозаборов. Потребители этих двух водозаборов, это жители заводского района, практически всего, и советского. Открытие состоялось 1 июня 2016 года. На церемонии побывал губернатор Вадим Потомский. Я предлагаю посмотреть, что он сказал в день открытия. Шансов, что эта станция была бы у города, не было вообще, когда я приехал в феврале месяц. Вот, хотите верьте, хотите нет, она не была бы достроена. Здесь бы разбазарили деньги, потом получилось бы так, что деньги потратили, их не хватает, в связи с тем, что там изменился курс евро, доллар и так далее, и так далее. В общем, программа эта рухнула, однозначно. Ее бы, может быть, достроили не в 16-м году и не в 450-летиях. Здесь, на самом деле, приходилось применять достаточно жесткие решения, волевые, которые в некоторой степени нестандартные были для Орла. Они и позволили эту станцию достроить. Особенно сложно было со Смоленской строительной компанией. Мы даже про нее забыли. У меня были несколько встреч для того, чтобы выйти тех, что надо с Богом самим отсюда уйти, потому что у нас не было времени с ними судиться, рядиться, назначать новые конкурсы. Это все оттянуло бы еще дальше, и мы однозначно с тем качеством, которое мы сегодня имеем, не вошли бы до 5-го августа. Если бы здесь была не применена ни белорусская технология, ни белорусские специалисты, а какие-то другие, у нас не было бы этого эффекта, потому что нам предлагала совсем другая система очистка воды с использованием химических веществ. Во-первых, это удорожание, а во-вторых, это был эксперимент. Мы экспериментировали на городе, в котором живет 320 тысяч населения. Такие станции работают в Белоруссии и работают очень успешно. Поэтому экспериментировать на жителях я не позволил. Мы пошли по протольному пути, по нормальной, пройденной ранее до нас кем-то дороге, и люди там были довольны. Будут люди довольны в городе Орле. Так уже люди довольны. Какие отзывы? Отзывы самые положительные. Количество обращений граждан по этому забору практически снизилось на 90%. А вообще станция непосредственно в пробную эксплуатацию вводилась постепенно, поблочно. И это начало происходить еще с апреля месяца. И уже вот 5 сентября официально эта станция передана на баланс нашего предприятия в полном объеме, зарегистрирована как настоящий объект. Что хотелось бы отметить. Действительно, белорусская технология, она отработала себя на многих-многих объектах. Не только в России, но и в Белоруссии, и в странах ЕС. И та ситуация с подменой этого оборудования, если бы не вмешался губернатор в это дело, если бы не было личного контроля такого уровня, все бы опасения наверняка оправдались бы. Сегодня станция работает исправно. У нас были полимер-конструкции, это производители этого оборудования. Неоднократно уже приезжали к нам с проверкой работы оборудования, с устранением гарантийных замечаний, которые были выполнены. И замечаний по эксплуатации сегодня нет. Оборудование работает исправно. Самое главное, мы имеем стабильный, стабильный результат на выходе с этой станции. Железо 0,1-0,15 мг на литр, мутность меньше 0,58 мг. Это практически кристально чистая вода. У вас есть собственная лаборатория, эксперты. И проводят оценку. Наша лаборатория, одна из достаточно старых лабораторий в городе, она в прошлом году впервые прошла аттестацию, получила федеральную аккредитацию. Аккредитация получена бессрочно на основе того опыта. Но аккредитацию придется ежегодно подтверждать. Поэтому лаборатория у нас все время в таком боевом состоянии. Плюс к этому, кроме нашей лаборатории, которая ежедневно ведет контроль за качество воды, есть лаборатория Роспотребнадзора. Мы берем параллельные пробы с Роспотребнадзором. И хочется отметить, что практически всегда на 95-98% наши результаты лаборатории СЭС и лаборатории водоканала схожи. На правительстве в понедельник Геннадий Леонидович Захарченко докладывался о результатах Роспотребнадзора. И они констатируют сегодня значительное улучшение качества воды по городу. Но одних только усилий станции наверняка недостаточно. Какая работа будет проводиться в дальнейшем, чтобы вода стала еще лучше? Я не зря сказал, что водозаборов семь. Каждое месторождение имеет свои особенности. Есть в городе Окский водозаборный узел, один из старейших. Вода которого очень чистая, но она обладает высокой жесткостью. Октябрьский водозабор, то же самое старый водозабор, тоже жесткая вода. Северный водозаборный узел, который снабжает северный район города. Вода кристально чистая, но жесткость пограничная. Все эти водозаборы, конечно же, требуются в умягчении. И сегодня начата только работа по поиску метода и способа умягчения воды. Чтобы не сделать никаких ошибок в будущем. Этот метод должен быть эффективен. Этот метод должен быть экономически минимально затратным. И вот сегодня мы на этой стадии. Плюс к этому очень серьезная проблема – это трубопроводы. Это магистральные трубопроводы. Город разрастает с микрорайонами. И для того, чтобы обеспечить как существующую застройку, так и будущие микрорайоны, необходимо строить новые магистральные сети. Эти магистральные сети – они схемы водоснабжения города Орла, разработанные ранее администрацией. И наши инвестиционные программы предусмотрены. Но финансирование там очень значительное. То есть водоводы эти стоят больших денег. Водоводы эти мы планируем строить. И уже есть проектирование только из полиэтиленовых материалов на сегодня. Как менее коррозийно стойких, как зарекомендовавших себя надежными. Будем надеяться, что все ваши планы будут реализованы. А так как мы с вами общаемся в ваш праздник, то предлагаю поздравить всех коллег и ваших подчиненных с праздником. Свой коллектив, а также коллег, которые занимаются жилищно-коммунальным хозяйством, хочу поздравить с праздником. Пожелать одного. Если каждый работник жилищно-коммунального хозяйства будет приходить ежедневно на работу, качественно, добросовестно выполнять свою работу и уходить с высоко поднятой головой, то наш труд в будущем будет уважаем. Значит, будет достойная оплата труда. И значит, мы будем гордиться тем, что мы делаем. Всего самого лучшего коллегам, крепкого здоровья, еще раз с праздником. Хорошие слова. Мы вас тоже поздравляем. Благодарю. Спасибо. Благодарю вас. Это была программа «Первое правительство». Все наши выпуски можно найти на сайте obladin.ru Субтитры подогнал «Симон»